Всем привет, с Вами Юлия и мой Факультет рукоделия. Это видео будет полезно тем, кто питает безграничную любовь к своим маленьким питомцам, потому что сегодня мы будем вязать вот такой милый свитерок для собачки. Все-таки зима еще не кончилась и в принципе новая одежда никогда не будет лишней в гардеробе. В этом видео я подробно расскажу, какие мерки надо снять, как сделать расчеты, сколько петель набрать, где сделать прибавки и т.д. Модель не сложная, вяжется обычной лицевой гладью, так что справится с ней даже начинающая рукодельница. Вязать я буду вот из такой меланжевой пряжи, это Нака Николен Жаккар. По составу она как раз подходит для вязания теплых изделий. В ней 49% шерсти и 51% акрила. Вязать ее я буду спицами номер 5, как и советует производитель. Начнем. Для начала снимаем мерки. И первый замер делаем в области шеи. У моего смоки обхват составил 32 см. Дальше измеряем обхват груди. Ленту ведем за передними лапами перпендикулярно полу. Получаем 42 см. И последняя мерка длина свитера. Ее измеряем от начала хвостика до шейки. В итоге мой смоки должен получить обновку длиной 32 см. Переходим к расчетам. Здесь нам понадобится связанный заранее образец. По нему считаем плотность вязания. У меня в 10 см получилось 17 петель, значит в одном сантиметре помещается 1,7 петли. Цифра 1,7 и есть плотность вязания, которая будет нужна нам для расчетов. Начинать вязание мы будем с горловины резинкой 2х2. Чтобы высчитать количество петель, необходимых для ее вязания, берем мерку обхвата шеи и умножаем ее на плотность вязания. У меня это 32 умноженное на 1,7 получается 56 петель. Важно, чтобы полученная цифра делилась на 4 без остатка, в противном случае резинка 2х2 не получится. Если понадобится, просто прибавьте или убавьте несколько петель до нужного значения. Когда резинка будет связана, мы начнем прибавлять петли по линиям реглана, чтобы песику было максимально комфортно в новом свитере. Я распределяю петли следующим образом. Всего 56 петель, 32 петли оставлю на спинку, по 4 петли на каждый рукав и 12 петель на перед. Здесь есть небольшой нюанс, начинать ряд мы будем с середины переда, поэтому петли по нему я делю пополам – 6,6. Также по одной петле оставляем на каждую линию реглана. Если сложить все цифры, то получится ровно 56 петель. Все цифры условны и Вам, естественно, нужно ориентироваться на мерке своей собаки и на свою плотность вязания. Чтобы понять, сколько петель оставлять наперед, измерьте расстояние между передними лапками и умножьте это значение на плотность вязания. Немного петель оставьте на рукава и большую часть на спинку. И главное, не забывайте о 4 петельках для регланных линий. Теперь разберемся с прибавками. Обычно их делают вдоль регланных линий с каждой стороны, но поскольку впереди между лапками у собачки нам не нужно расширение, мы будем вязать перед прямым полотном. Расширяться будем только по рукавам и спинке. То есть сначала мы провяжем первые 6 петель переда, потом линию реглана, сделаем прибавку, провяжем петли одного рукава, прибавим петлю, провяжем реглан, снова прибавку, провяжем петли спинки, сделаем прибавку, провяжем линию реглана, сделаем еще прибавку, далее петли рукава, снова прибавка, снова регланная линия и оставшиеся 6 петель переда. Прибавки будем делать через один ряд, прибавляя каждый раз по 6 петель на весь ряд. Чтобы рассчитать количество петель на спицах после всех прибавок, берем мерку обхвата груди и умножаем ее на плотность вязания, в моем случае получается 72. То есть вязать я буду до тех пор, пока общее количество петель спинки и переда вместе с регланными линиями не достигнет 72, но общее количество петель на спицах окажется больше за счет рукавов, которые будут равномерно увеличиваться. По моим расчетам на каждый рукав придется по 28 петель, всего после всех прибавок на спицах будет 128 петель, то есть 72 это перед и спинка и два раза по 28 петель рукава. Если Вы сейчас немного запутались с цифрами, то не переживайте, на практике все поймете, к ней и переходим. Для вязания я взяла круговые спицы номер 5 и набрала на них 56 петель обычным способом. Хочется отметить, что эти спицы очень удобны в работе, не цепляют пряжу, а петельки по ним легко скользят. И более того, это мои любимые спицы на сегодняшний день. Брала я их, если кому интересно, в мире вышивки, ссылку оставлю в комментариях. Теперь соединяем петли в круг. Следите, чтобы они не перекручивались, иначе придется все распустить. Вязать мы будем по кругу и значит нам нужно соединить набранные петли в круг. Для этого первую набранную петлю переснимаем на правую спицу и протягиваем ее через последнюю петлю набора. Концы нити подтягиваем и получаем красивое соединение в круг. Начинаем вязать резинку 2х2. Я вяжу методом Magic Loop. Вы можете вязать так же или взять набор обычных чулочных спиц, если так привычнее. Резинка готова, переходим к вязанию основной части, где будут все наши прибавки. Помним, что начало ряда это середина переда, поэтому согласно нашей схеме провязываем первые 6 петель переда лицевыми. Седьмую петельку, которая будет линией реглана, вяжем изнаночной петлей. Дальше следует 4 лицевых петли рукава, регланная линия, ее мы провязываем изнаночной, 32 петли спинки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Дальше следует... Еще 1 регланная линия, 4 петли рукава, регланная линия и 6 оставшихся петли переда. Еще раз напомню, что регланной линии мы вяжем изнаночными петлями, чтобы их было видно без использования маркеров, все остальные лицевыми. Это был распределительный ряд, в следующем первом ряду начинаем прибавлять петли. Провязав первые 6 петель переда и регланную линию подцепляем протяжку между регланом и соседней петлей и перекидываем ее на левую спицу. Остается провязать ее лицевой скрещенной, чтобы в готовом изделии не было дырок. И все, прибавка сделана. Там, где регланная линия граничится спинкой, прибавки делаем с двух сторон от реглана, а там, где с передом, расширяем полотно только со стороны рукавов. Далее все просто. В четных рядах вяжем по рисунку, в нечетных делаем прибавки. Вот, что должно получиться после всех прибавок. Грудка сразу выделяется, потому что ее вязали прямым полотном, не расширяя. Хорошо видны и будущие рукава свитера. Наша задача сейчас соединить спинку и перед, а петли рукавов снять на дополнительную нить. Но перед этим возьмем маркер и отметим им начало ряда, чтобы не путаться. Все таки хвостик наш, по которому мы ориентировались, давно убежал. Итак, провязываем первые шесть петель переда и регланную линию лицевыми. Дальше 28 петель я снимаю на дополнительную нить. И продолжаю вязать спинку вместе с петлями линии реглана. Следующие 28 петель еще одного рукава также снимаю и вяжу последний реглан и оставшиеся петли переда лицевыми. Теперь у нас в работе 72 петли. Вяжем их по кругу, примерно до середины животика собачки, если у вас мальчишка, и по длине, если у вас девочка. После чего продолжаем вязать поворотными рядами, постепенно удлиняя спинку и формируя красивую плавную линию низа. Рассказываю, как это сделать. 20 петель со стороны переда я оставила, а на оставшихся продолженного вязания поворотными рядами, чередуя изнаночные и лицевые ряды. В начале каждого ряда первую петлю снимаю как кромочную, дальше вяжу до петельки, которая была снята первой в предыдущем ряду. Она более длинная и хорошо заметна, так что не пропустите. Точно так же вяжется и изнаночный ряд. Таким образом, в каждом ряду петли убавляются за счет того, что мы их не довязываем. Так получается плавная линия низа и идеальная посадка. Довязываем до нужной длины, после чего вяжем по кругу резинку и закрываем ее. Переходим к рукавам, поднимаем снятые петли, вяжем по кругу и заканчиваем резинкой два на два. Все хвостики заправляем, чтобы изнанка была безупречной. Остается самый волнительный момент, примерка. Вот мой светерок на смоке, сидит он идеально, нигде ничего не мешает и не жмет, и одновременно спинка до хвостика полностью закрыта. Оцените и рисунок, который получился благодаря меланжевой расцветке, как будто мы вязали жаккардовые узоры. По-моему, очень практично, красиво и главное просто. На этом я заканчиваю мастер класс, но не заканчиваю делиться с Вами классными рукодельными изделиями. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, как Вам новый свитер в смоке. С Вами была Юлия и мой Факультет рукоделия. Пока, пока. Субтитры создавал DimaTorzok